Что может быть вкуснее на завтрак? Не представляю. Суббота создана для завтрака в постель. Сейчас включу что-нибудь, посмотрю на ютубе. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает. Я буду поработать, кушать и на фоне что-то включу. Я буду поработать. Сижу у Сережи в машине и как вы думаете, что я здесь сделала? Я решила пофотографировать ногти. Сделала черный, очень сильно захотелось. И купила черное пальто еще, которое я как раз планировала этой осенью носить. Вот, и еще хочу почему-то именно серое пальто, при этом в таких оттенках серо-черных. Так что так, мы с Марком решили съездить к бабушке по новому маршруту МЦД. У нас как раз одновременно открыли станцию Пыхтино и железнодорожный. Мы едем как раз в железнодорожный. Офигеть! Круто? Обалдеть, как красиво все сделали. С ней не легко познакомиться? Не очень легко. Фокус в том, чтобы прошелся. Ты стоишь звездой. Я не стою повторить. Ты звезда. Звезда. Ты звезда. Мы увидимся после показателя. Пока. Пока. Она две-то не нормальные. Почему? Не нормально. А я поняла, что быть красивым. Это все равно, что я экстрактирую съеду копа. Надеюсь, что помешат. Потрясающе на бруде. Тебе хочется быть стойкой, но я буду тебе хорошо. Расскажи. Какая ерунда? Ты хочешь сказать, что никогда не ловила на себе, зачем она говорит? Я тоже. Пожалуй, я буду. Мады, буду. Почмотри. Мады. Мады. Привет. Привет, Шан. Опять. Я могу поделиться. Показывать, что привели меня на себя. Мы уж даем, приготовиться. Я не знаю. Шаротра осталась мне в плену. По мотивам, кто ей? Кэндас Муштар. Встречайте. Здесь нельзя ходить. Сэм, у нас оланды, сэм, без сигареты тут никак не есть. Перепили, да, никакая. Соберпись, да? Можете тебя фиксировать. Ау, очень приятно. Ну, нету мухой, меня второй раз до тысяч приждают. Сука, получит все, что ты успела делать. Ну, теперь поднимите, конечно, поднимите. Я страдаю. Я страдаю. Да не знаю, можем запечь. Просто я... Такие штуки сажают уже не очень. Травмы-то нужно, наверное. Травмы-то нужно, наверное. Соберпись, конечно, видишь. И все равно лучше наезжать. Мне было неловко. Могли смотреть. Травмы-то нужно, чтобы... Травмы-то нужно, чтобы... Травмы-то садись. Травмы-то садись на... Травмы-то садись Вау-то садись на chuva 5 butt ! Травмы-то через 10 лет. Вы увидите прямо всегда. Тем не менее, нужно... Травмы-тоsey ох annihilated, Травмы-то садись на глазах. НDR-log-то в 23-м таин discret на меня. Травмы-то садись на турбок. Под другим, да, на ракурсом? Ну, красиво, ой, на видео это прям идеально. Слушай, какая ты, да мы уже не будем готовила такой, да? В микроволновых костюмах есть такой бескорительный, а я девушка какой-то. Ты так считаешь? Тем, что ты можешь получить. Даже? Ладно, давай. Господи, почему он такой фотогеничный? Это жертв, ты не скажи. Я сейчас нахожусь у себя дома. Там, где я прожила почти 25 лет своей жизни. Это моя комната. Приехали с Марком на пару дней по гостям. Отдохнуть, можно так сказать. Я когда приезжаю домой, мне даже не хочется брать в руки телефон. Мне вообще совсем не хочется работать. Ничего вообще не хочу делать. Вот, хочется просто лежать, отдыхать. Не знаю, смотреть что-то, какое-то кино. Вчера я сделала чизкейк шоколадный. Рецепт у меня как раз поделилась с вами. Запекли с сестрой инжир с сыром и грушей. Очень необычно получилось. Сейчас уже такое осеннее настроение. За окном уже желтые листочки. Но погода, погода. Прям бабе лет, я скажу. Точно, 100%. Сейчас я отфоткаю чизкейк и поедем домой с Марком. Хотела немножко показать свои комнаты, хотя я уже здесь не живу. Моего здесь почти практически ничего нет. Ну как, что-то есть. Вот, сейчас здесь живет сестра моя. Тут, конечно же, сделана перестановка. Это моя креслица, которую я обожаю. Икеевская. К сожалению, Киев от нас ушла. Теперь не купишь таких прекрасных кресел. Обожаю этот чехол, подушечки. Мишуля мой здесь остался огромный. Я всегда на нем сижу, облокачиваюсь. Так приятно лежать на нем. Это у нас двухъярусная кровать. Здесь стоит за место моей кровати. Она здесь, конечно, ни к силу, ни к городу. Тут еще и кровать, диван стоит. Собственно, Марк спит наверху. Я спала на диване. Света спит вот здесь. Вот мой шкафчик, по которому скучаю тоже икеевский. Это зеркало ему, я не знаю, сколько лет. Он здесь стоит вот в пыли и все. Она очень тяжелая, огромное зеркало. Она у нас как-то стояла в коридоре. Вот, и после ремонта мы его переставили сюда. Она здесь теперь стоит. Там балкон без ремонта. Телевизор LG-шный мы с мамой покупали. Вот эти обои, которые я выбирала. Такая грязно-розовая они. У меня кое-какие кадры остались. Какая комната была до того, как я переехала. Возможно, вставлю что-то. Ого! Там все хрустно. Давай, что мы вставим кайф? По какому бы тему хотеть затронуть? К примеру? Не, ну погодная-то слишком банальная, да? Все тут родное такое. Каждый уголочек. Второе кресло. Где пусечка? Да? Ты отдыхаешь? Спись? Да? Светка моя. Не принимает она меня вообще. Игнорирует. Шипит. Как на чужого человека. Ну вот она. Забыла меня совсем. А может в обиде на меня за то, что я ее бросила. Вчера она меня чуть-чуть поцарапала. Вот. И у меня прям сразу, сразу аллергия пошла на нее. Ты аллергенная? Пусть излюся. Красотуля моя. Красоточка моя сладкая. Как вкусняшки давать, так ты добрая. Так не хватает. Дома кошки. Просто. Я всю жизнь жила с котом. Снадцать лет он у нас прожил. И потом кошку вот завела. Два года с ней пробыла. И еще ушечку. Мяу. 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 Что тут происходит? Мяу. 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 А я вот здесь. Жизнь. Мяу. 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 Только ты не сломай и все. Мяу. Ну, просто сломал. Черт. Так, сейчас буду фоткать свой чизкейк, который я сделала вчера. А где все это? На работе, Марк. Все на работе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Довольно-таки интересная ситуация. Сегодня приехал курьер из золотого яблока и привез посылку. Я думала, что там крема от золотого яблока, но как оказалось, что это рассылка для блогеров, скорее всего. Потому что я ничего из этого не заказывала. Хочу вам показать продукты, которые они присылают. Это безумно вкусное масло для волос. Оно просто нереально пахнет. У меня как раз заканчивается мое масло от Garnier. Это, как я поняла, крем для ног, для пяток, для восстановления сухой и огрубевшей кожи от Доктор Сиа. Лак для волос. Спасибо, как раз у меня заканчивается мой лак. Кстати, тоже очень приятно пахнет. Эту линейку я не пробовала. Так, что здесь еще? Шампунь и маска от L'Oreal. Профессиональная косметика. Я, кстати, все хотела заказать себе шампун L'Oreal, но так и не заказала. Но вот у этого шампуня просто какой-то тоже нереальный аромат. Так, сейчас посмотрим, что это. Absolute Repair. Как видите, все в таких миниатюрах. Здесь где-то примерно 75 миллилитров, а здесь 100. Дальше пришел аромат от Moschino. Я помню такие духи. Они были у моей подруги. Даже припоминаю запах, он уже пахнет. Мини-флакончик, можно сказать, пробничек. Духов как раз у меня нет. Витамин В1 и В6. Это бады. Тут написано для спокойствия. Сделайте глубокий вдох и выдох. Да, кстати, в золотом яблоке продают еще витамины. И батончики все всякие разнообразные. Когда я хочу перекусить, то я забегаю с золотое яблоко и покупаю какой-нибудь себе батончик, если у меня нет. Так, вот еще один продукт. La Roche-Posay, мой любимый бренд. Это SPF 50. Кстати, хотела попробовать SPF от La Roche. У меня в этом году был от Bioderma. Я оставлю как раз на лето следующего года. Потому что у нас уже исчезает солнышко от нас. Хотя говорят, что круглый год надо ласаться SPF. Но я зимой не мажусь, потому что не вижу смысла. Так, и самое такое прикольное, приятное в этой рассылке. Это вот такая косметичка бренда золотого яблока. Блин, она такая классная, как подушечка. Просто обалденная. Скорее всего еще не промокающая. Вот эта вот косичка, блин, классная. Вот, и здесь тоже всякие миниатюры. Это патчи, пэды, потом какие-то крема, пробнички. Тоже я это все очень люблю. Буду пользоваться, пробовать. Мне это все тоже очень интересно. Косметика. Хайлайтер от Red. Я пользовалась масками, мне очень нравится. Хайлайтер тоже интересный. Будем пробовать, как оно тут все. Маленький такой поет, тоник. Тоже буду пробовать. Бальзам для губ. Вот, вот, что мне нужно было. Это бальзам для губ. Очень хочу прямо сейчас нанести, потому что у меня немножко обветренные губы. От Revolution. Это какой-то кондиционер для волос. от Matrix. Тоже, блин, приятный такой запах. Очищающий гель для умывания от Виши. Это я все тоже люблю очень сильно. Так, поет. Что это у нас? Сыворотка для повышения упругости и гладкости кожи. Мне как раз уже тридцаточки. Пора таким пользоваться. Я, кстати, видела. Это, по-моему, новая линейка у них. Такая цветовая гамма. Я видела в магазине. Тоже обращала внимание. О, еще что-то от Matrix. Это, скорее всего, шампунь. Да, шампунь. Сыворотка от Виши 89. Она у меня как раз заканчивается. Блин, спасибо огромное. Неплохая сыворотка. Тоже такой небольшой флакончик. Вот. И парфюм. Еще один аромат, блин. Боже. Какой вкусный аромат. Это что? Кристалл Шафран. Что-то я о нем слышала. Ммм. Очень приятный аромат. Блин, как приятно, на самом деле, получать вот такие подарки, комплименты от любимого бренда. Когда сама скупаешь у них просто пол магазина. Еще они присылают тебе что-то в подарок. Ну, это вообще очень классно, на самом деле. И я очень рада, что сотрудничаю с ними. Вот. А сейчас я пойду снимать свой гель-лак. Мне очень надоел этот цвет. На нем заметно очень сильно всякие царапины, какие-то шероховатости. Наверное, какой-нибудь весенний цвет выберу. Всем хорошего дня. Приготовим с вами самый вкусный весенний кофейный напиток. Тыквенный латте. Нам понадобится 300 грамм тыквы. Кладем в духовку на 40 минут. Перекладываем в кастрюлю тыкву. Наливаем 250 грамм воды. Добавляем кокосовый или любой сахар, специи. Оставляем на плите томиться на славу воды. Оставляйте ваши комментарии. Нам начинается совсем скоро. Тыквенный соус готов. Положите 40 грамм соуса в чашку. Приготовить в эту же чашку один эспрессо. Хорошо размешать. Вливаем молоко и вливаем взбитое молоко в чашку. Напиток готов. Приятного аппетита. Как же вкусно. Обалдеть. Ммм. Очень вкусно получилось. В меру сладко. Такой прям осенний напиток. Очень приятный. Сразу уносят куда-то в Старбакс. В те самые годы, когда еще у нас был Старбакс. И я всегда осенью приезжала и брала тыквенный латте. По-моему еще там был какой-то осенний напиток. Не помню название. Вообще очень любила Старбакс. Очень жаль, что они ушли. Всем привет. Я к вам выхожу без макияжа. Потому что уже какой день мы сидим дома. Марк болеет. Он сейчас засыпает. Я его уложила спать. Короче говоря, сидим дома уже. Какой день? Я не знаю. Это он уже болеет за осень второй раз получается. Он только выздоровел. И через какое-то время заболел Сережа. Потом Сережа заразил меня. Потом я. Потом в общем заболел Марк. Вот. Соответственно мы не ходим в сад. Соответственно я меньше всего делаю то, чего хотелось бы мне делать. Как обычно. Сижу дома. Даже гулять не уходим. Потому что сейчас у нас ужасная холодина. Сегодня 10 октября. Вчера я вышла с ним на 10 минут. И пожалела об этом. Потому что он очень сильно кашлял ночью. И вообще какая-то странная болячка. Очень похожа на ковид. Надеюсь, что это не ковид. Потому что вообще вирус очень странный был. У меня болело горло в основном. Не было ни кашля, ни насморка, ничего. Но горло могло болеть один-два дня. Потом меня отпускало. Потом на следующий день опять болело горло. И вот так вот на протяжении, наверное, недели. Какой-то очень странный вирус. Короче, да. И сегодня у меня было такое настроение сделать как раз суп тыквенный. У меня была тыква. Я покупаю обычно осенью тыкву, чтобы сделать в тыкве осенний напиток. И сегодня сделала тыквенный латте. Очень вкусный. У меня еще осталась пюрешка. То есть я могу себе еще завтра и послезавтра сделать. Рисунок не получился, потому что... Опять я оправдываюсь, почему у меня не получился рисунок. Короче говоря, у нас закончилась вода. Я не могу выйти на улицу одна. Обычно Сережа приносит воду. Я даже с ним сегодня не планировала выходить на улицу. Поэтому жду Сережу, чтобы он принес воду. Короче, закончилась вода. Я не могу не попить. Вон в чайнике чуть-чуть осталось. И, в общем, в кофемашине вода была тоже к концу. Кстати, свечка тоже называется pumpkin latte. С таким же приятным ароматом тыквина. Мне кажется, я разговариваю в нос. Хотя я не болею. Я сейчас готовлюсь к дням рождения. У нас подряд дни рождения. Сначала у Сережи 22 октября. Потом у Марка 29 октября. И у меня 3 ноября. Поэтому я сейчас в такой запаре. Я не знаю, получится ли осуществить то, что мне хочется. И, в общем, надеюсь, что у меня все выйдет. Я поменяла трубку на кофемашине. У меня была похожая трубка, но она, к сожалению, треснула. Сейчас если найду, покажу. Я думаю, что вы не увидите. Меня часто спрашивают, что у меня за кофемашина. Потому что все удивляются, почему на этой кофемашине другая трубка. Эту трубочку я заказывала на Алиэкспресс. И, в общем, видимо, под давлением пара и со временем трубка лопнула. Просто тупо лопнула. Видимо, материал не очень качественный. Прошло уже достаточно времени, в принципе. Но я думала, что она со мной будет навечно. Как и кофемашина. Конечно же, нет. Я тут недавно узнала, что и в кофемолке придется, не знаю, как-то точить или менять жернова. Я не знаю, можно ли их точить или вообще меняются ли эти жернова. Надо как-то подробнее об этом узнавать. Мне кажется, что она хуже стала все-таки молоть зерна. И, к сожалению, придется либо вообще кофемолку эту продавать, потому что я хотела себе другую. Мечтаю, конечно, другой. Но пока обстоятельства не позволяют. Жду, жду, когда уже март пойдет в сад. Я не знаю, что мне делать. Иногда накатывает какая-то, знаете, осенняя депрессия. Видимо, это как раз такой период. То, что сейчас у нас солнца практически нет. Темно, мрачно. И не знаю, ну, по-моему, мне кажется, это каждый год так всегда. Вот. Еще возможно то, что за месяц до дня рождения мы чувствуем какой-то упадок сил. Опять же, много думаем, рефлексируем. Подводим итоги, так сказать. Я сейчас занимаюсь практически каждый день, тренируюсь. И мне тут какая-то внезапно в голову мысль пришла. Мне почему-то захотелось съесть наш пагат. Хотя я ужасно не гибкая в этом плане. Потому что у меня очень плохая растяжка. И как-то мне захотелось, что ли, усовершенствоваться в этом. Хочется как-то проверить, смогу ли я. Боже, но кофе великолепный. Обязательно сделайте этой осенью себе такой напиток. Потому что это просто божественно. Я добавила кокосовый сахар вместо обычного. Ну, как говорят, что кокосовый сахар тоже. Это тоже сахар. Но все равно какая-то альтернатива белому сахару. Как я обожаю такие свечи. От них прям веет уютом. Что еще хотела такое рассказать? Интересно. Вообще у меня в планах... В планах. Хочу записать очень много роликов. Мне столько идей всяких разных приходит в голову. И мне хочется их осуществлять. И я понимаю, что надо осуществлять их сразу. Потому что потом уже нет такого желания, когда... Вообще всегда, когда вы хотите что-то сделать, прям делайте в эту же секунду, в эту же минуту, в этот же день. Потому что потом просто забьете. И так же у меня с курсом было. Когда появляются какие-то идеи, надо сразу записывать. Вот. Какие-то мысли свои тоже записывать. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Есть такая фраза, кстати, цитата. Но это на самом деле так. Потому что потом вы просто не захотите. У вас уже будут другие какие-то приоритеты. Вот. Поэтому делайте все сразу. Давно хотела вот так вот поставить камеру. Сегодня как раз появилось желание. Очень, как я уже сказала, у меня не было последние дни настроения какого-то. Да и вообще была в запарах. Много, короче, работы накопилось. И что-то как-то я, ну не то что выгорела. Мне как-то, не знаю, мне как-то все. Иногда я ставлю под вопросом вообще все. Видимо, все-таки есть какой-то кризис, не знаю, 30 лет. Потому что я реально занимаюсь сейчас какой-то переоценкой всего. Хотя я знаю, что я хочу и куда двигаться. Но не понимаю, как бы это точно оно или нет. Поэтому надо пробовать. По чуть-чуть что-то всегда пробовать. Ну, кстати, осадочек остается на дне чашки. И уже не так немножко. Говорила, что я сделала себе еще суп-пюре тыквенный. Вы же знаете, через такую лень я обычно заранее записываю тоже в заметке, что мне нужно сделать. И когда вот такой там список, половину, естественно, я не делаю. И переношу на следующий день, на следующую неделю, на следующий месяц. И так получается, что что-то я делаю, а что-то так и висит. Вот мертвым грузом получается. Значит, это сейчас мне не надо. Как у вас настроение? Как вообще предвкушаете ли вы уже зиму? Я на самом деле в шоке. Потому что вот вроде, вроде недавно была зима. Этот снег. И опять, опять. Я ни в коем случае не жалуюсь. Потому что я очень люблю смену сезонов. Обожаю. Потому что мне кажется, если бы у нас было какое-нибудь одно только лето. Или одна осень. Или, я не знаю, одна зима. Мы бы просто сошли с ума. Ну, я не уверена, конечно. Но я бы точно, наверное, сошла с ума. Потому что это же круто, когда каждые три месяца меняется сезон. Совершенно все по-другому становится. Очень люблю вот это время, когда солнце уже не так активно виднеется. Когда уже становится намного короче день. Мне это нравится. Как-то дома становится, знаете, так уютно. И хочется делать что-то такое пассивное. Мне осенью хочется готовить. Вот как раз сегодня. Вот. Хочется больше лежать в обнимку с любимым. Смотреть сериалы, фильмы. Что-то такое вот делать. Сейчас как раз я с вами болтаю. А я хотела сделать себе гель-лак. Поменять цвет. Мне уже надоела эта оранжевая морковка. И я сломала ноготь. И так получилось, что я сточила себе круглую форму. Я не очень люблю вот эту овальную форму. Из-за того, что у меня пальцы становятся какими-то толстыми. Вот. А мягкий квадрат мне уже, честно говоря, под дны доедает. И иногда с ним неудобно. Иногда зацепляешься где-то. Ломаются эти ногти. Получается, прошло две недели. Да даже чуть больше. Короче, сейчас буду себе пилить. Скорее всего сделаю какой-нибудь оливковый. У меня, на самом деле, уже гель-лаки. Скорее всего, подходит срок к концу. Вот. У меня, на самом деле, оливкового нет. Но хочется вот что-то из таких трех цветов. Может быть, я как-то не знаю, можно ли так делать. Размешать какие-то цвета. Например, голубой и какой-то, чтобы получился оливковый. Будет интересно, я думаю. Но не знаю, как все это в целом будет держаться, смотреться на руках. Короче, хочется как-то. Почему-то захотелось я оливковый. Ну, мне, кстати, кажется, что оливковый встарит руки. Не знаю, правда это или нет. Ну, в общем, что-то такое хочется. Вот. А к дню рождения как раз, наверное, сделаю какой-нибудь темной вишнево-шоколадный. Я обожаю этот оттенок. Такие планы, друзья. Сейчас еще надо почистить телефон. Вот. Почистить, конечно, телеграмму. Сейчас как раз займусь тоже параллельно. Пока буду делать ногти и буду что-то смотреть на ютубе. Что-то такое, что можно послушать. Не смотреть, а слушать, скорее всего, какой-нибудь подкаст. Я очень люблю всякие разные подкасты на тему. Да, на любую тему. На тему здоровья, на тему питания, на тему, не знаю, какой-то психологии. Вот. Тоже. Но, опять же, не всегда есть настроение. Обычно я слушаю, когда либо мою посуду, либо убираюсь. Все. Никак не могу решить, что делать на свой день рождения. У меня слишком много каких-то планов. Я вообще хотела какую-то сделать. Красивую фотосессию. Мне даже писали две девочки, которые могли бы меня пофоткать. Но что-то я не знаю. У меня всегда осенью какое-то такое. И я уже заранее знаю, уже вот летом знаю, что... Блин, вот, знаете, летом всегда такой прилив сил. Ты знаешь, что ты хочешь. И мне кажется, вот в это время как раз надо делать и фотосессии, и всякое такое. Потому что осенью всегда какой-то спад энергии. Всегда какой-то, не знаю, становится лениво все делать. И я заметила, что как только начался октябрь, как только началось похолодание, началось... У нас включили отопление. К чему это я вообще? Короче, я очень долго сплю. Могу проваляться вот так до 11. И я, кстати, где-то читала, что нельзя так много спать. Больше 10 часов точно нельзя спать. Потому что может даже случиться какой-то приступ. Я имею ввиду мигрени или инфаркт вообще. В общем, короче, я начитала всего этого. И мне стало страшно. Думаю, блин, надо ставить будильник. Потому что что-то уже стремновато. Я сплю иногда 9 часов. Марк мне позволяет. И, ну, 9 это еще ладно. Но вот когда ты лежишь, лежишь, лежишь. То есть уже может перетечь это все в 10 часов, в 11. То есть ты можешь вот так лежать. Просто тупо лень вставать. Я не знаю, тоже это осень или это просто иногда того, что не хочется. Короче, это все депрессия. Главное не накручивать себя вот этими всякими, знаете, это все луна, это полнолуние, это какие-то магнитные бури или что там еще у нас сейчас популярное. Ретроградный Меркурий, да? Вот. Не надо на это все ставить акцент. Потому что вы себя только этим накручиваете и скидываете все на непонятно что. На самом деле этого нет. Я так хочу, чтобы Марк уже пошел в сад. Потому что у меня эти дни хочется делать свои дела просто. Хочется монтировать, хочется писать курс. Хочется, в общем, все делать то, что я люблю. Но у меня просто не достает времени на это. Потому что то приготовь, то, я не знаю, то постирай, то убери, то, короче, позанимайся, то сходи гулять, ну хоть сейчас мы не гуляем, как раз надо использовать это время, то еще что-то, то уложи спать, то... Короче, очень мало времени в дне, когда я могу спокойно вот так сесть и делать свои дела рабочие. Когда я одна, намного больше мотивации и желания что-либо делать. Потому что мне никто не мешает, над головой меня никто не маячит. И получается, что я свободна и могу делать все, что хочу. Но сейчас у меня этого нет. И я очень расстраиваюсь из-за этого. В общем, я сейчас в запаре, в раздумьях, что делать на ДРМ. Хочется прям каких-то фейерверков, хочется прям какой-то масштабной ДРМ. Но я понимаю, что ожидание реальности всегда. Поэтому нельзя, просто нельзя категорически надумывать себе то, что ты... В 80, наверное, процентов этого не будет. И нельзя, наверное, тоже пускать на самотек. Можно сказать, потому что я знаю, что когда я просто ничего не планирую в этот день, у меня портится настроение. Вот. И выходит все не так, как хотелось бы. Но, знаете, придавать значению как-то вот этот праздник тоже иногда мне хочется. Просто такая цифра красивая. 30 лет все-таки. Юбилей. Вообще, у меня к вам такой вопрос. Что бы вы хотели, чтобы я сняла на Ютубе? Хотя, блин, у меня столько тем, на самом деле, блин. Просто некогда снимать. Короче, отменяется вопрос, потому что... Вообще, на самом деле, интересно, что бы вы хотели такое, чтобы я снимала такую тему. Может, это, я не знаю, бьюти. Или просто лайфстайл. Или, не знаю... Что-то про дом, уют. Но я, на самом деле, уже какой год понимаю, что... Как же мне хочется свое жилье. Потому что я не могу здесь ничего делать. Абсолютно. Вот единственная картинка. Я даже не хочу вам снимать, что здесь у нас происходит. Потому что то, где я сейчас нахожусь, это не та комната, где я бы хотела находиться. Короче говоря. Это не то жилье, где я мечтала всегда находиться. Но, как бы, что было, то было. Вот. И вот за эти годы уже, на самом деле, здесь я понимаю, как мало места нам, конечно же, в этой однокомнатной квартире. Уже просто, понимаете, уже здесь настолько все захламлено. Хотя, как бы, ну, есть куда сводить там кое-какие вещи, например, с которых там Марк вырос. Или, не знаю, что-то такое, что можно продать, можно это все сделать. Но ребенок растет. И, как бы, мне хочется, чтобы... Хочется, чтобы у него была своя комната. Потому что иначе, ну, по-другому никак. Мы живем втроем в этой маленькой квартире. Хоть она и уютная, но когда вот Марк разбрасывает свои вещи, игрушки, это просто меня... У меня мозг взрывается, и я не могу это терпеть. Я обожаю уют, порядок, чистоту, чтобы было все на своих полочках, чтобы было все красиво. Но вот, короче говоря, хочется, чтобы у него была своя комната, и он там разбрасывал все свои игрушки. И, да, это, конечно, проблема пока что. И я не знаю, переедем ли мы в какую-то побольше квартиру, или будем ждать, пока построится дом. В общем, это тоже меня выводит из себя. Это тоже, как бы, немного я об этом грушу. Но, как говорится, стараюсь не унывать. Потому что я благодарна и так за то, что у меня есть. Потому что я и так в целом счастлива. Хочется просто каких-то перемен, изменений. Потому что, ну, в общем-то, есть какие-то проблемы, которые хочется решить. Понятное дело, за всю жизнь их все не решишь. Да, короче, пойду я делать маникюр, а то Марк скоро проснется и уже будет не до маникюра. Всем хорошего дня или вечера. И вот так выглядит мой супчик. Он получился, к сожалению, очень жидкий. Я добавляю сюда даже тыквенные семечки не хотят. И я люблю еще добавлять туда рис, как в том яме. И вообще, я думала, может сделать том ям завтра. Потому что у меня остались еще сливки. Вот. И я очень люблю еще добавлять туда креветки. Но, к сожалению, у меня их нет. Вот. Так что сегодня вот такой будет у меня обед. Рецепт я взяла первый, который был в интернете. Поэтому ничего сложного в целом нет. Вот. Просто нужно время на это. Желание. Вот. Так что всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Я буду обедать. И как раз уже буду делать себе ногти. Ну что, получился у меня вот такой вот маникюр. Решила не смешивать цвета. Рада, что уже справляюсь гораздо быстрее. У меня получается где-то около четырех часов на это все. Вот. И, в общем-то, сделала все-таки такую я форму овальную. А это, смотрите, какой у меня стаканчик. Короче, сейчас есть такая тема. В кофейне Ника в Москве. Ты покупаешь кофе, и тебе клеют вот такую вот твою фотографию. Любую, которую ты выберешь. Вот. Но мы с моей сестрой немножко схитрили и купили, в общем-то, просто кофе в другом месте. И она мне распечатала вот такие вот фотографии и наклеили клеем. И вот так вот получилось. Прикольная идея, мне кажется, для фото. И вообще этот стаканчик у меня теперь останется дома точно. И как раз маникюр подходит под цвет стаканчика. Этот стаканчик мне напоминает Gucci стакан. В каком-то году у нас была такая кофейня. Вот, и та фотка, которая разлетелась по всему интернету. Чё-то частенько у нас с тобой чуть не происходит. Да. Маленькая. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok